Читаешь главу или конкретно берешь какое-то место из Писания или стих конкретно Господь указывает на него. Добрый день, дорогие друзья. Небольшое, короткое будет видео. И как-то пропускаешь. Пропускаешь столько важного, пропускаешь столько ценного. И вот так, очередной раз услышав от романа на группе тогда, знаю эту историю, читала ее неоднократно, относительно раба. И я тут же вспоминаю и говорю, так его же к косяку подвели. Его же подводят к косяку, прокалывают ухо. Я говорю, и течет кровь. И сразу же течет по косяку кровь. То есть человек принимает решение, то есть его воля на то, чтобы остаться в рабстве у хозяина своего. То есть завет конкретно, что прочитаем. У хозяина своего навечно. Потому что Господь оставляет заповедь, чтобы через шесть лет отпустить. И вот, понимаете, Господь все наказывает хозяину. Вот он шесть лет тебе верой и правдой служил. Почему люди так от этого слова шарахаются? Быть рабом Господа, это прекрасно. Но он сам сказал, вы уже не рабы, вы не братьи. Вы братья мне, дети Божьи, у нас одна семья. Но человек принимает решение самостоятельно. И тогда уже вот ему дается вольное. Причем Господь говорит, давайте прочитаем. С 12 стиха, 15 глава, второзаконие. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, ну то есть придет, скажет, вот буду служить тебе. Шесть лет должен он быть рабом тебе. А в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Если непонятно, тогда объясню. От стад твоих, то есть дай животных, да, там барашки, там овцы, там козы, что там. От гумна твоего, то есть зерна дай и от точила твоего. То есть точила – это виноградный сок, то есть от плодов, от фруктов. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и приколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он шесть лет зарабатывал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Ну, здорово, здорово. То есть просто прокалывается ухо. Сейчас вот вспоминаю исторически все. У них эта сережка, да, висела там на проколотом ухе. Но именно к косяку, понимаете, именно к косяку. Приколи ухо его к двери. Но тут не написано косяк. А я вижу косяк. Я вижу прямо тут к двери. Может, я не права. Может, и не косяк. Раз написано к двери. Почему тебе, Наташа, косяк кажется? А Иисус есть дверь в жизнь вечную. И Он хочет остаться. И на двери кровь его. Почему косяк? Вот так дух со мной и говорит. С чего ты взяла, что косяк? Потому что мне та заповедь, которую через Моисея Иисус передал. А тут тоже, видите. Помни, что ты был рабом в земле египетской. Избавил тебя Господь Бог твой. Потому я сегодня и заповедую тебе сие. У меня просто перекликаются вот эти две истории. Там же Он сказал помазать кровью Агнца Невинного, как прообраз Иисуса Христа. Двери, домов своих, косяки и перекладину. То есть для меня это косяки и перекладины. Какая буква? Какая буква? Давно было открыто, Господи. Я это делаю уже три с лишним года. Я в молитве всегда это делаю. Печать живу к Богу. Печать живу к Богу. Но тут написано не в косяку. Ухо Его к двери. И будет Он рабом твоим навек. Так поступай с рабою твоей. Не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой. Не пойду от тебя. То есть это тоже, понимаете, хозяин, это отец, это Господь Бог. И работник, который нанимается, да, у нас сколько притч у нас в Библии, когда хозяин выходит и нанимает работников. Виноградник свой. Много, много притч. И здесь тоже. Если продастся тебе брат твой, то есть приходит человек. У нас выражение в Библии, он продажный. Но смотря кому ты продаешься. Смотря кому. Нужно продать душу дьяволу. А здесь ты душу отдаешь Господу. По собственной воле. Шесть лет отработал, тебе было замечательно все. Что ты так работал, почему тут написано, что вдвое больше. То есть человек так работал, что приносил прибыль хозяину. Вдвойне. То есть очень хороший работник. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу. Ибо он в шесть лет заработал тебе вдвое против платы наемника. То есть он заработал ему вдвойне. Платил одну долю. А он ему принес прибыли вдвойне. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. То есть поступай так. Поступай, как я тебе сказала. Остается он, значит, к двери прокалывай ухо. И на крови, у нас завет, новый завет на крови Иисуса Христа. И на каждом ребенке Божьем, на мне, на моих детях, на матушке всегда, на внуках, на их мамах, я молюсь, я говорю, печать живого Бога, я благодарю Господа, благодарю Отца за то, что отдал Сына, благодарю Иисуса за Его победу, за Триумфальную победу над грехом, над смертью, что Он примирил нас с Отцом, что Он теперь может нас взять за руку и вывести, как Израиля из Египта выводили, вот из этой мерзости, из гадости, из этого бесовского мира, оставаясь здесь, живя здесь, в этом проклятом мире, Он дает нам рычаги воздействия, терпения, смирения, правильного поведения, Он дает нам, пока мы здесь живем. Я благодарна. То есть это печать, печать живого Бога. И здесь, как прообраз вот этот, что? Человек принимает решение. То есть он не берет свою долю, то, что Господь завещал, а остается. Притча о блудном сыне. Сын сказал, отдай мою долю, я пойду. Ну, иди, ты действительно имеешь право по закону. Тебе принадлежит, бери. Пошел, все, прогулял. Это не говорит о том, что, понимаете, человек может и уйти. Он может и уйти. И тем, чем благословил его Господь через этого хозяина после шести лет, вот этого наемного труда, он может начать какое-то свое дело и служить Господу. Служить Господу. Приносить прибыль. Служить Господу. То есть, ну, это уже решение человека. Потому что Господь же сам говорит, ты его отпусти. Но сделай вот тот, и тот, и тот, и тот. А если он скажет, нет, нет, нет. Я тебя люблю, и у меня в твоем доме все устраивает, все прекрасно. Именно любовь, представляете? То есть, какое отношение, какое отношение у работодателя к своему наемнику? Какое отношение? Я счастлива, что я могу служить Господу. Чем могу? Чем могу? Служить Господу, это служить людям. Служить людям. Спасибо тебе, Отец Небесный, за это время. Спасибо тебе. Не знаю, насколько это важно. К осекуле подводили, либо к самой двери подводили. Здесь суть даже не в этом. А суть в том, что человек пролил свою кровь после того, как он прокалывал. И это уже завет. Это уже завет между человеком и хозяином на крови. Так же, как у нас Новый Завет. Новый Завет. Это как прообраз. Я вижу здесь прообраз Нового Завета. На крови Иисуса Христа. Только тут человек грешный. Мы же все грешники. А Бог пролил свою кровь. Она святая, невинная, драгоценная кровь. Ну, нужно над этим еще думать и думать. А Господь открывает. А Господь открывает. Стучащим отворят. И отворят. Всех вам благ. Да пребудет Дух Святой в детях твоих, Отец. Пусть люди покаятся, приходят к тебе. С искренним покаянием принимай Иисуса Христа, твоего единородного Сына, как своего Господа и Спасителя. Аминь. До новых встреч пока. Субтитры создавал DimaTorzok